Здравствуйте, это программа ЖКФ Лайф, интервью с видными деятелями казахстанского спорта. Я ведущий программы Аскад Жакаев. Сегодня мы в гостях у человека, который оказал огромное влияние на становление казахстанского футзала. С его именем связывают не только успехи его команды Кайрат, но и сборные Казахстана на международной арене. Сегодня мы в гостях у президента футзального клуба Кайрат Кайрата Уразбекова. Карат Мулаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Карат Мулаевич, свяжи в памяти итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате мира в Узбекистане. Как вы думаете, можно ли сказать, что сборная Казахстана доказала, что по праву входит в элиту казахстанского футзала? Я думаю, что вы сами ответили на этот вопрос. Действительно, сборная Казахстана входит в элиту мирового футзала. И я хочу сказать, это не случайные какие-то, скажем, события, которые происходят в нашем футзале, а это практически планомерно выполненная работа огромным количеством специалистов в течение последних 15 лет. Велась определенная селекционная работа, велась подготовка, развивался чемпионат Казахстана. Играли по две команды в лиге чемпионов. Набирались игроки, появлялись казахстанские игроки, которые действительно отвечают европейскому качеству футзала. Самое важное появились специалисты, которые могли донести современный футзал до наших игроков. Вот это все является следствием того, что мы были бронзовыми призерами чемпионата Европы. Мы стали четвертыми на чемпионате мира. И сейчас мы показали прекрасную игру, я считаю. И это практически у нас был каждый матч в финал. И вы понимаете, мы убрали двух чемпионов мира. Это достойного и дорогого стоит. И учитывая, что, конечно, наша команда в случае более удачной жеребьевки, если бы у нас был бы путь немножко полегче, как у Узбекистана, например, или у Франции, или как у Украины, Венесуэлы. Дело в том, что мы бы больше сохранили сил. В этом случае, конечно, мы бы постарались повторить свой успех как минимум. Но я считаю, что выступив на этом уровне, в этом чемпионате мира, мы впервые поднялись на вторую ступеньку УИФА, в рейтинге УИФА, на второе место в Европе. Оставив позади, извините, такие страны, как Испания, Италия, Хорватия, Украина. Я дальше стыдно, вернее, неловко даже перечислять. Это большой успех. И также хочу отметить, впервые Казахстан стал пятым в мире. И выступив на этом чемпионате мира, это говорит о том, что успех однозначен. И мы правильно двигаемся. И постараемся эти позиции уже удержать. Вот эта задача удержать наши позиции. Тренерский штаб сборной Казахстана начал привлекать молодых игроков. Неплохо уже проявили себя на чемпионате мира. Такие ребята, как Дарибай, Рашид. Можно ли сказать, что уже процесс омоложения состава начался? Я думаю, что однозначно у нас началось омоложение состава сборной. Потому что хорошая плеяда игроков, она сейчас заканчивает уже. И ее место занимают достойные игроки. На этом чемпионате мира мы увидели ребят. Также мы их видели во всех отборочных играх. Ребята казахстанцы имеют очень высокую квалификацию. И каждый из них, конечно, займет свое достойное место сборной. Это однозначно. И я хочу сказать, раньше было не из кого выбирать, честно говоря. Мы стояли ребят просто по их амплуа. Там защитник, левоногий игрок, стол. Сейчас мы уже выбираем из ребят, из двоих-трех ребят на одно место. Молодых ребят, что очень важно. Вы же видели, сколько ребят не попало в сборную. Которые все говорят, они все достойны сборной. И, наконец, мы начали об этом говорить. Что у нас есть резерв, который будет расти и прибавлять мастерстве. Я рад, что вот этот процесс, о котором мы задумывали, он постепенно проходит в жизнь. Например, я хотел бы сказать так, что когда мы играли первые чемпионаты Европы, у нас было пять легионеров, потом у нас стало четыре, потом стало три легионера. Уже в следующем чемпионате у нас было два легионера. Имеется в виду, у нас количество легионеров очень качественно, взаимозаменяемо, меняется казахстанскими игроками. Но это и задача, которую мы ставили. Улучшение качества чемпионата за счет легионеров. Улучшение качества игроков местных и получение вот таких вот, скажем, результатов в запланированном будущем. А как вам в целом чемпионат мира в Узбекистане с точки зрения его организации, инфраструктуры? Вам понравилось? Я вам хочу сказать, я был на всех чемпионатах мира, ну, скажем, включая, начиная с Гватемалы. И я хочу сказать, что Азиатская конфедерация с блеском справилась с приведением чемпионата мира. Я хочу сказать, по 10-балльной системе, я уже говорил, я поставил оценку 8. Что у меня такая привычка, я всегда во время таких турниров, я обязательно посещаю зрительские места, где кафе, рестораны, продажи майк, бутики, поддержка, фан-зону. Естественно, раздевалки, перемещение, логистика, гостиница, питание. Я все это, ну, у меня уже профессионально, я это все уже, ну, для меня это важно. Я хочу сказать, что это один из лучших чемпионатов мира, который пришел. Я думаю, что узбекские наши коллеги великолепно справились с этим. Учитывая, что три города, Андижан, Бухара и Ташкент, два города, которым из них, Андижан, находится в долине, так называемой, да, этот город великолепно справился со своими обязанностями. Два новых построенных зала великолепных, Андижан, Бухара, я думаю, дадут огромный толчок развитию зала в этом регионе. Я хочу сказать, публика великолепная, фан-клубы великолепные. И вообще понравилась публика добродушная. Хочется сказать, что я был во всех городах, очень много посетил городов, тоже с Богом было встреч. Узбекские фан-клубы, болельщики были на стороне Казахстана. Я вам хочу сказать, что действительно два народа Казахстана и Узбекистана, это действительно братья, если я бы сказал, родные. Потому что такой поддержки я никогда Казахстан не встречал ни в одной стране, и включая СНГ. Ребята из Узбекистана вытащили такой морально-боевой дух из наших ребят. Потому что и совместно с нашими болельщиками, до трех тысяч болельщиков было, когда мы такое видели на чемпионате мира. Может быть, какие-то есть какие-то, ну скажем, на уровне элиты какие-то свои черки. Но на уровне народов это два обдружественных, мы убедились, и таких благословных друг к другу гостеприимных народов. Вы интересовались этим опытом организации такого турнира? Может быть, возможно ли проведение таких турниров в будущем у нас в Казахстане? Дело в том, что мы претендовали на проведение чемпионата мира, мы могли чемпионат Европы провести. Я уже несколько раз об этом говорил. Просто прежний руководитель, вине, генеральный секретарь, не будем называть его фамилию, скажем, в одном своем лице отказал в проведении, когда мы были шаги до проведения чемпионата мира. Мы могли для Европы привести турнир в Казахстане, два великолепных зала в Астане, два великолепных зала в Алмате. Свободно решали проблему чемпионата Европы, и гостиницы, и логистика, и перелет час. Мы полностью соответствовали всем условиям. У нас была программа, которую мы приписали, открытие в Астане, закрытие в Алмате. И у нас готов, во-первых, весь персонал, проведя Лигу чемпионов, финал Лиги чемпионов, которые нам доверяли Уэйфа, провести чемпионат Европы-Мира. Это, ну, скажем так, это просто масштабируется немного событие. А в, скажем, наполняемости, я считаю, Лига чемпионов даже более, ну, скажем, более зарегулирована. Поэтому у нас проблем с этим не было. Обидно, что мы, как говорится, пропустили вперед наших друзей из Узбекистана. Но ничего, я думаю, все впереди. Многолетние лидеры сборной Казахстана, Дуглас, Эгита, Лео, после Евро могут завершить карьеру сборной. Как вы считаете, в будущем мы можем отказаться от практики привлечения натурализованных игроков в сборную Казахстана? Или пока еще рано еще об этом думать? Я хочу сказать, что у меня язык не поворачивается назвать Эгиту, Дугласа натурализованными игроками. Я говорю, они больше казахи, чем некоторые казахи. Это патриоты, это бойцы, это люди, которые отдали самые лучшие годы сборной Казахстана, которые дали возможность создать фундамент, основу. Это как высокопрофессиональные игроки приехали в страну, помогли наладить, грубо, может быть, экономику, в данном случае футзал, и научив наших ребят, они благополучно уходят, скажем, завершать карьеру в других клубах. Вот, и я думаю, что эти игроки, они сделали для Казахстана очень много, и, конечно, тот фундамент, на котором мы сейчас стоим, он в основу положен тренерами и вот этими легендарными игроками, которыми мы называем казахстанцами, ребятами, у которых здесь родились дети, которые великолепно знают и русский язык, язык межнационального общения, и также и общаются и на казахском, имеются в виду приветственные слова, такие у них уже ментальность наша. Брезильцы и казахи, они очень похожи, кстати, по менталу, очень. С испанцами мы не похожи, а вот с брезильцами очень. Также гостеприимны, также и менее чопорны, и также можем, как говорится, весело гульнуть, как казахи на Туэ, тоже любим мясо, одинаково. Да-да-да, испанцы немножко, как немцы такие, с ними немножко сложнее, но, как говорится, профессионализм никто не отменял, будем двигаться, скажем, в развитии. Кайрат Молочная Сука болезненный для вас, сказался, уход Дугласа, Егиты, из Кайрата, все-таки с их именами связаны успешные годы развития команды. Я бы сказал, уход Егиты и Дугласа, это уход, нисколько это уход, это, наверное, прохождение в карате целой эпохи развития футзала. Я бы сказал, в Казахстане смело, и сборной в частности. Это целая эпохи подготовительного этапа становления футзала в Казахстане. И для меня очень важно, во-первых, я имею большую благодарность к этим игрокам. Очень рад, что Егит остался в Казахстане. Он оставит вырядовать наших болельщиков. Я думаю, он нам поможет и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. У него достаточно силы, энергии, опыта. Я всегда знаю у Дугласа, у него все равно, как бы он, все-таки он в семье, я понимаю, он профессионал, но душа все равно у него в карате. И мы знаем, когда он закончит карею, мы его всегда ждем в карате. Я думаю, мы его уговорим, чтобы он остался в карате и работал в нашем клубе, потому что он бренд клуба Карат, бренд Казахстана. И мы хотели бы, чтобы этот человек оставался работать у нас в стране, жить. И для этого мы тоже будем создавать все условия, какие возможные. Дуглас уехал в Саудовскую Аравию, во второй клуб Саудовской Аравии. Если вы знаете об этом, это клуб, который соперничает с клубом номер один Аль-Насах. Такой же клуб создал футзальный клуб. Их соперники, вот второй клуб, куда пришел Дуглас, соперничают друг с другом. И теперь самые дорогие трансферы в Саудовскую Аравию. Они подняли цены на трансферном рынке игроков. Сумасшествие вообще. Самые лучшие игроки сейчас переходят в Саудовскую Аравию. Конечно, это радует, что развитие футзала и два арабских клуба соревнуются во всех дисциплинах футбола между собой. Но печалит, что ценник растет. Вот это, конечно, у нас немножко это. Мы хотели бы, чтобы этот процесс был более плавным. Но футзал развивается во всем мире. И мы пожелаем Дугласу удачи, успехов. Сейчас прекрасная его супруга, только лет тоже не с ним. Они ждут ребенка. Хотим пожелать ему удачи. И чтобы все у них получилось. Долгожданный ребенок, который они ждали. Поэтому пожелаем им обоим удачи. Вы решили продолжить сотрудничество с испанским тренером Марлоном Веласко. Несмотря на потерю чемпионского титула, вы решили довериться ему. И дальше почему? Я хочу сказать, что когда мы завершали выбор тренеров, в шорт-листе у нас осталось три тренера. Из которых две – это суперзвезды. Это один из них тренировший сборной Испании. Второй тренировший сборной Бразилии. И мы, конечно, и третий тренер, который был, на наш взгляд, перспективный. И у него были хорошие рекомендации. Технический совет выбрал Марлона. Прошел год. Я хочу сказать, что я считаю, что мы не ошиблись. Я считаю, что Марлон очень талантливый тренер. Просто он немножко другой тренер, чем мы привыкли видеть раньше. Потому что у нас было очень много прекрасных бразильских специалистов. Мы теперь знакомимся с испанской школой тренеров. С их манерой. Конечно, эта школа отличается от бразильской. Потому что, я как говорил, бразильский менталитет и казахский он схож. И тренера, тренерский состав, технический бразильский состав, он очень хорошо коммуницирует с игроками на уровне ментала. У испанских тренеров и специалистов, они примерно как немцы, в таком плане. Есть тренировочный процесс, есть четкое задание, есть профессиональные отношения, у тебя есть зарплата, есть четкие функциональные обязанности, все, больше ничего не знаю. Там нету, как мы привыкли, как назвать, души широкой. Поэтому это жесткие профессионалы. И надо нам теперь, нашим ребят, становиться профессионалами именно в таком плане, что у тебя теперь няни не будет, которые будут тебе подтирать каждый раз носик и говорить, все, все, давай, давай, у тебя все получится, ты лучший, ты самый лучший, давай, все, попробуй. Нет, больше такого нет. У тебя есть зарплата, ты профессионал. Если ты не делаешь, на твое место стоит второй. На второй не подходит третий. Вот такой подход, жесткий. Играет тот, кто показывает себя хорошо на тренировке. Ну, такой подход тоже для нас новый, в плане того, что все равно мы отдаем предпочтение вот больше по-казахски, по-бразильски, тем, кому мы доверяем, мастерам, которые мы знаем, что не дрогнет. Такого нет, вот, скажем, в испанском школе. И у них все-таки работа, то лучше готов, тот играет, кто бы он ни был. Честно говоря, мне это тоже сейчас уже очень импонирует. Поэтому мы увидим скоро и новые лица, увидим новых игроков. И сборной КАК тоже идет сейчас. Очень хочу поблагодарить КАК. Он очень трепетно занимается молодыми игроками, присматривает все матчи. И КАК уже сегодня, я уже думаю, видит перспективы национальной казахстанской сборной. И мы видим тоже, что нам нужно сделать, конечно, много работы. Но КАК, он на правильном пути, я это знаю, и он сделает эту работу. Карпан Владимирович, ну, в этом году ожидается еще более ожиточенное противостояние с семьей. Эта команда тоже неплохо проводит свою трансферную кампанию. Что вы ожидаете от противостояния в этом году? Знаете, любое развитие футбола, любое развитие спорта, и когда прихождение его, и приход его в нормальное состояние конкуренции, обозначает дырби. Вот мы пришли к этому, слава Господу, мы его столько ждали. Был прекрасный толпарк аргандинский, который очень много сделал для казахстанского футзала. Моисеевич, вот молодец, это его работа огромная, как спонсора, инвестора в свое время. Вот сейчас снова возреждает. Я хочу сказать, что появление дырби, как раньше карат толпарк, сейчас карат семей, оно дает именно, пропих, оно ставит, говорит о том, что мы подошли к такой правильной, скажем, организации, или, скажем, наполненность рынка информативно игроками. И данный вид спорта стал действительно массовым и привлек внимание телевидение, прессы, рекламодателей, и поэтому появляются клубы, которые строят хорошую экономику на этом. И мы рады, что появился клуб семей. Я очень люблю этот клуб, я очень болею за клуб тоже, потому что мне нравится, во-первых, самое правильное, что они сделали, они поставили все на профессиональный лад. И для Кискарата, директор клуба Скарата, ребята, которые за 10 лет увидели, что такое спортивный менеджмент и с чем его едят, и что у нас ничем не хуже, чем в той же Барселоне или там в спортинге. И мы действительно делаем все для ребят, то, что необходимо для их профессионального роста. В данном случае семей повторил очень грамотно эту историю, и я думаю, у них тоже очень хорошее перспективное будущее. Поблагодарить Акима, Акима хочется, управление спортом, молодцы ребята, которые правильно отработали со спонсорами, правильно поставили задачи. И на самом деле этот клуб имеет большую возможность в футбольном регионе, как говорится, который дает очень большие таланты, открыть, развить футзал и, как говорится, получать от этого, так скажем, только одни плюсы. Команда семей, она укомплектована, материально обеспечена и, скажем, имеет такой профессиональный набор игротов и селекцию, которую они привели, лучше, чем у карата и многих наших казахстанских клубов. Великолепный тренер, я считаю, уже на сегодняшний день, думаю, он уже известный тренер, обыграв в карат в чемпионате Казахстана в плей-оффе. И хочу сказать, что это будет действительно интереснейшая игра, за которой будет наблюдать уже Европа. Мы же хотим расширять диапазон. В данном случае нас смотрела там Бразилия, смотрела Россия вся, у нас огромные присмотры. И сейчас, когда нас будут смотреть, извините, уже там, скажем, сейчас нас смотрят Испания, сейчас нас смотрят уже весь футзальный мир и обращают внимание на казахстанский чемпионат. И мы все-таки тоже, наша задача стать четвертым, там, третьим чемпионатом по своей насыщенности, наполненности, интересу. Мы к этому идем. И то, что вот эти лучшие игроки мира собрались сейчас в двух командах, я вам хочу сказать, услышав только две фамилии в одном клубе, Феррао и Егита, это все. Это лучшее, что есть в современном футзале. Пятькратный чемпион, лучший в рядах мира, двухкратный обладатель Лиги чемпионов. Там неоднократно, там, двухкратный или трехкратный тоже обладатель Лиги чемпионов Феррао, чемпион мира. Это, господи, это что такое творится в одном клубе? И это будет, мне кажется, на такие матчи будет столько людей, столько просмотров, интереса. И это даст самое главное сейчас, популярность в ряде этих футзала, самое главное, огромное количество молодежи, которые будут привлечены. И самое интересное, мы даем только причинку этих игроков. А все остальное суп, это казахстанские греки, основное, что должно подняться наверх, благодаря усилиям вот этих великолепных игроков, которые популяризируют эту игру. И мы увидим в этом чемпионате неприходные игры, я хочу вам сказать. Это будут теперь игры, которые будут, скажем, соревноваться за каждое место в этом чемпионате, чтобы в плей-оффе оказаться там, скажем, выше своих соперников и получить те же бюджеты, спонсоров. Я хочу сказать, что это лучший путь к коммерциализации уже спорта, что нам все равно необходимо сделать. Вот конечная цель, она все-таки одна из конечных целей. Первое, мы ее достигли, это что футзал стал самым массовым видом спорта, второй, он должен быть коммерциализирован. Тогда у нас получится большая гармония и возможность потенциально видеть этот спорт у себя как одним из самых развивающихся в плане общего физического здоровья. Потому что играют дети от 6 лет до 68 лет в этот вид спорта. И он будет являться таким помощником. Вы сами очень сейчас делаете комплименты команде семьи, сами называете ее трансферную компанию, она не хуже команды Кайрат. На днях тоже появились новички в команде Кайрат. Хотелось бы, чтобы рассказали о потенциале всех ребят, способны ли они усилить игру Кайрат. Но я хочу, что команда Кайрат сейчас формируется не по, скажем, не по зарплате игроков мощной, не по их именам великим и фамилиям. Мы сейчас, конечно, комплектуемся из своего опыта. Мы комплектуемся из игроков, которые мы знаем, в будущем станут такими же звездами, как и эти игроки. Никто не знал про Эгитов, да ему было там 23 года, он пришел в Кайрат. Кто знал про Лео? Великолепный игрок. Кто знал, стал великим. Кто знал про Дугласа? Я так катата. Я вам сейчас перечислю игроков, до 20 игроков, которые пришли через Кайрат и стали суперзвездами в своих странах и их командах. Потому что скоро школа, выпуск и тренировка и подготовка игроков, условия в Кайрате, они в течение этих 25 лет набили руку. И поэтому мы пошли по экономному режиму, но мы считаем, мы дадим бой, и наши игроки подобраны именно в селективном плане, не хуже. Просто у них орденов и медалей поменьше. Но у клуба больше. Поэтому, я думаю, мы достойно ответим семье и другим клубам, и спортингу, и чемпионам Венгрии. Достойно, думаю. Ну, количество звезд давит на, чувствуете, на ответственность ребят, тех, которые сейчас собраны в Кайрате. Все-таки все ожидают от Кайрата. Именно высокую планку вы задрали, и ожидает только побед. Все ожидают побед только от Кайрата. Кайрата – это победа, 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 победа. Но, знаете, это тоже такой хомут на шее, который тащить. А там нужно, ну, скажем, во-первых, деньги нужны. Во-вторых, это здоровье, силы, энтузиазм, морально-психологический климат в команде. Много нюансов, которые надо всегда поддерживать, это все. Я думаю, что наша задача – это вот больше, наверное, сейчас создать клуб. Мы всегда хотели создать клуб, мы хотели создать инфраструктуру детскую, детскую школу. Вы знаете, что у Кайрата 11 групп, начиная Ю-7, Ю-8, Ю-9, Ю-10, Ю-11, 14, 15, 19. И мы чемпионы по трем возрастам. У нас 400 детей, которые в академии. У нас было больше, у нас было их тысячи. Просто залов нет, мы сейчас думаем, как решить эту проблему. Мы хотим, чтобы у нас был клуб. Мы сейчас хотим и занимаемся об открытии женской команды в клубе «Кайрат». Именно попробовать эту сторону. Потому что женский футбол, футбол набирает огромную силу, огромные бюджеты. Мы хотим стать олимпийским видом спорта. Чтобы стать олимпийским видом спорта, у нас должна быть и женская, и мужская команда. Этим занимается и УИФА, и ФИФА. И вот это тоже наша глобальная задача. И хочу сказать, у нас очень много прекрасных девочек, играющих в футбол. Футбол и футбол – это хорошая ротация между ними. Я думаю, что это тоже большая перспектива в будущем. Это реально, чтобы в футбол вышел программу олимпийских игр? Да. УИФА, ФИФА занимаются этим. А можно подробнее об этом? Дело в том, что этот вопрос неоднократно поднимался в комитете УИФА и ФИФА. Именно по переходу. Вопрос в том, что сначала была проблема в том, куда включить футзал. Это зимний вид спорта или летний? Понимаете? Все-таки такая делила. Вот сейчас, когда все-таки определились все-таки летний, и то это, скажем, такой прогноз. Задача стояла в том, что сейчас в олимпийской арте она как бы стала более такой… Она, скажем, пробует, экспериментирует. Видите, какие новые виды спорта появляются в олимпийских видах игр? Там только нету, наверное, стрельбы из рогатки уже. Почему? Потому что олимпийские игры, они все-таки хотят молодеть. Они хотят молодеть. Они хотят видеть новые виды спорта, где много молодежи. Вот включая брейк-данс, да, пробовали, да, поправили и все остальное. Олимпийская – это не закостельнелая какая-то система, организм. Она все-таки сейчас двигается. Это нас радует. Да, одни виды спорта заходят, пробуют. Не получается, не выходят, заходят другие. И футзал – то же самое. Но главный принцип – это должны заходить и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки, чтобы этот вид спорта мог поддерживать именно, скажем, интерес, поддерживал интерес именно и развитие, в первую очередь, в других странах, именно от женского и мужских видов спорта. Любых. Крепен удач, сейчас мы разговариваем накануне старта, основного раунда Лиги Чемпионов. В следующем году этот турнир претерпит изменения его формата. Как в целом готовитесь к нему, и как прокомментируете его нового формата? Ну, Лига Чемпионов действительно на следующий год меняет формат, это радует весь футзальный мир. Именно в комитете УИФА было принято решение, что вот со следующего сезона будет принят новый формат проведения. Сейчас все ознакомливаются с его регламентами. То, что касается того турнира, который будет проходиться в этом году, он будет проходить по старому сценарию, да, основной элитный раунд и финал четырех. Ну, хочу сказать, что, как в этом фильме, профессор для нас, экзамен всегда праздник, да? Да. Поэтому для нас начало Лиги Чемпионов основной, он всегда праздник. И, конечно, он такой нелегкий для карата, послужился последние годы очень нелегко. И мы, конечно, рады, что он приходит в Алматы, и мы рады, что наши болельщики увидят карат в новом составе с капитаном нашим Биржаном Уразовым и экс-капитаном Этсеном, которые взяли на себя эту серьезную ответственность и вношу. Недавно была презентация наша, и в которой мы их назначили. И я думаю, это большая ответственность после таких капитанов, как Абряхманов и как Егита. Это Димаш и Егита, это, ну, наши, скажем так, лидеры. И люди, кто могут с собой повести на любой бой. Это уже лидература, за ними не страшно идти. Вот, теперь я хочу сказать, что основной раунд соперники известны. Это венгерский чемпион, спортинг, семей и карат. Конечно, я хочу сказать, опять жеребьевка. Я уже как этот, жеребьевка, жеребьевка, но, знаете, есть закон подлости, он работает. Но я хочу сказать, чем тяжелее, тем карат улучшен. Это тоже закон. Мы всегда выигрывали любые чемпионов, так же касалось сборной, когда у нас было всегда сложно. Поэтому вот даже вот сейчас нам чуть-чуть не хватило. Выполнились угрязную работу для всех, да? И, как говорится, сами радовались только второму месту в рейтинге UEFA. Хочу сказать, что все команды в первой корзине, это спортинг, потом мы, потом чемпион Португалии. И четвертая корзина, ну, дай там нам что-нибудь, там полегче. Там, ну, помоги, Господь. Господь говорит, нет. Всевышний сказал, терпеть так терпеть, пахать так пахать, держите семей. Все, и мы получили одну из самых крутых команд сейчас, считаю, в Европе. Одну из самых. По составу это одна из самых. Вот поэтому это будет интереснейший, скажем, основной раунд в Алма-Ате. Во-первых, каждый матч будет, наверное, полный зал, потому что будут играть семей и карат. Я думаю, если раньше, например, с каких-то вторых матчей болельщики уходили, то в день играет карат, то сейчас никто не уйдет. Потому что семей – это сейчас семей. Поэтому будет такой праздник футбола для алматинцев, болельщиков, для казахстанцев всех наших. Всех приглашаем. Будем очень рады вашей поддержке. Вы знаете, игроки любят нашего болельщика и всегда стараются отдаваться на 100. Ну, а что касается формата? Он в целом осложнился? Дело в том, что последние, наверное, лет 10 планировалось поменять формат проведения Лиги Чемпионов. Но в связи с пандемией поменяли формат проведения только чемпионаты Европы. Имеется в виду, раньше тоже играли с кустами. А теперь сборная играет разъездом. И видели, мы с удовольствием посмотрели отборочный чемпионат мира и Европы в Казахстане. Мы видели все сборные и полный зал. Теперь то же самое будет с футзалом с Лигой Чемпионов. Начиная с элитного раунда мы будем играть в разъездах. И финал четырех. Получится около восьми разъездных игр. И наши болельщики смогут увидеть в Казахстане лучшие клубы Европы. Это будет, конечно, просто... Это огромный толчок УИФА делает для развития футзала. Огромный толчок она делает для развития, во-первых, рекламы. Потому что восемь игр Лиги Чемпионов, которые приведутся дома в гостях, это соберет огромное количество рекламодателей. Это огромные финансовые средства, которые могут клубы подтягивать. И учитывая рейтингу Казахстана, наша команда имеет право две команды заявлять на Лиге Чемпионов. И это даст сейчас огромное-огромное развитие вообще европейского футзала. И в целом появятся бюджеты, которые нам необходимы были. Именно... Что такое бюджеты? Это массовость, это присмотры, это время проведения не в одном месте, а вот с частой повторяемостью. Знаешь, что я вам рассказываю? Вот это вот большой шаг в коммерциализацию, который ведет сейчас УИФА и ФИФА. Карл Владимирович, а что касается развития казахстанского футзала в Казахстане, что сделать, чтобы массовость его, подпитка казахстанского футзала стала еще более мощнее, я имею в виду, для профессиональных команд? Я считаю, что в Казахстане очень много талантливой молодежи футбольной. Я еще раз хочу сказать, когда мы говорим о том, что спрашивают, почему в Казахстане нет большого футбола, почему все ругаются, поймите, ни Черчесов, ни Платини, никто, никакой тренер мира не сможет сделать сборную Казахстана великой. Никто. Никогда. Сделать ее можно только мы сами. Можем ее сделать и тем образом, как сделали все наши условно говоря, там коллеги в Европе. Нужно строить поля. В Казахстане нет полей. Но опять же говорим о 15-16 полях во всем Казахстане. О чем мы говорим? Если только там в провинциальном городишке, там Каверчана, да, там 16-17 полей, там, да, да, это база национальной борьбы, но извините, 16-17 достойных полей, или возьмите там ту же Прагу, где порядка 90 полей и пригороди. Или тоже возьмем Бельгию, там Брюссель и полей больше, чем во всех странах СНГ вместе взятых. Но вы представляете себе, ну это о чем говорит? О том, что развитие футбола это в первую очередь инфраструктура. В Казахстане нет инфраструктуры, поэтому нет большого футбола. Престой ответ. Где тренироваться молодежи, где тренироваться детям? А футболисты это откуда? Футболисты это не из Астаны, из Алматы, футболисты это вон из районов. Это вот из спальных районов, это из наших аулов, это наши генокод, наши силы все там находятся. В Алматы только прегранисты. Да, они глят хорошо футбол, потом уходят в институты и все. Мы их научили играть в футболе, они все там сидят потом в очках и пишут программы. Зачем нам? Пускай занимаются другие, мы хотим воспитывать футболистов, которые останутся, поэтому надо строить поля, надо строить залы. Например, почему футзал развивается? Потому что у нас действительно футбольных залов много. Это каждая школа, каждая площадка в школе, в институте, в любом там техническом заведении, в любых там средних профессиональных училищах остались поля, скрытые. Ребята играют, маленькие поля, струют легче 40 на 20, чем 90 на 45. Вот это дало толчок, потому что здесь есть какая-то инфраструктура, хоть ее мало, но какая-то есть. Насколько я знаю, вы являетесь одним из сторонников открытия второй лиги, развития ее второй лиги футзала в Казахстане. Хотелось бы об этом подробнее улучшить вашу инициативу. Дело в том, что вы знаете, Казахстан на 6 месяцев холодно, 6 месяцев тепло, поэтому футзал просто это как богом данным, священным Аллахом. Действительно, это так. Север не может играть в футбол в 40 градусах мороза. Мы же видели, как чемпионаты по большому футболу, или проводятся все на юге, или, как говорится, все играют чуть ли не в шубах, и там, не знаю, с чайниками бегают, друг друга играют. Ну, грубо говоря, это такой смешной футбол. Поэтому то, что касается второй лиги, это то, что мы уходим в залы. Именно вторая лига, потому что, смотрите, у нас вот есть высшая лига, первая лига, но у нас нет подпитки. Первая лига, она сидит на бюджете, к сожалению, у многих акиматов. И бюджеты такие маленькие, что мы еще не можем даже до конца разденны, ну, скажем, чемпионат нормальный выстроить. Поэтому мы предлагаем сейчас вот и федерация, и ассоциация футзала, мы хотим открыть вторую лигу, которая была развита во всех городах. Вы же знаете, лига любителей футбола в каждом городе, в которых там до 40, 50, где-то до 80, 10 команд. Сейчас мы хотим по этому принципу тоже, и по принципу, как в Испании, так же это все мы сейчас смотрели, господи, это в каждом городе может быть клуб, в каждом городе организовать чемпионат второй лиги, в каждом отдельном городе, или так называемом, пускай это будут там, секторы Алмата, Караганда, Павлодар, по 15 клубов. Зимой мы организуем два-три залы, в которых эти клубы проводят чемпионат. Утром работают, учатся, вечером тренируются и играют в чемпионат. При этом затраты минимальные, практически никаких затратов. Может быть, только аренда зала, все. Ну, может быть, если будут профессионализироваться, это зарплата игрокам на месте, а многие и предприятия платят зарплату, и ребята с удовольствием играют. Также туда подтягиваются все институты, все академии, которые могут заходить во вторую лигу, и это будет практически как суденский чемпионат Казахстана. Внутри в конце мы выделяем чемпиона, через там пять месяцев в уровне чемпиона две команды, и, например, если играют четыре города, Астана, Караганда, Алмата, там, Ахтау, по две команды выходят в плыв, и по честному принципу, в зависимости от необходимости одна или две команды заходят в первую лигу по спортивному принципу. Смотрите, 15 человек, даже если 10 команд, это получается умножьте, сколько это получается? Это около вместе с людьми, тренируемся, это где-то 20 человек. Грубо говоря, это 200 человек, специалистов, задействованных в команде. Умножьте хотя бы на пять городов, это самые активные, это тысячи. Тысячи, из которых 800 игроков мы будем видеть каждый раз на экранах телевизора, каждый день мы будем для специалистов, это просто манна небесная, понимаете, для поиска игроков, таких, как мы говорим, Туршагулов, разов и так далее. Откуда они взялись? А вот из такой среды нам нужно эту среду создать, где нет денег практически, где маленькими деньгами, но большой мотивацией и интересом мы можем видеть ту талантливую молодежь, которая сейчас есть. И ограничить возраст, естественно, до 24 лет. Все, ограничение однозначное, может 23, и позволит игрокам, одному-двум игрокам дать лимит на то, чтобы они могли поднять мастерство в этих клубах. Тогда у нас будет цельный чемпионат «Замкнутое кольцо». Вот эта задача, и доделать это надо. И я знаю, что Федерация футбола идет навстречу. Адлет Боргмекулов, он поддержал идею, генеральный секретарь. И, в принципе, сейчас мы определяемся с бюджетом, с формированием, скажем, этих филиалов по регионам. Я думаю, в ближайшее будущее этот вопрос будет решен. И он даст тогда нам, он решит все проблемы, я считаю, по крайней мере, на этом этапе, по, скажем, подпорке, подкормке, подпитке профессиональных команд. я посчитал, уже около четверти века вы занимаетесь развитием казахстанского футзала. 30 лет на следующий год. 30 лет уже. Впечатляющая цифра. Откуда вы находите мотивацию? Вы выиграли все, что можно. Я вот каждый раз с вами встречаюсь, вы готовы часами разговаривать о футзале вообще. Вы от него не устали вообще? Откуда берите мотивацию? Вот в прошлые годы я боролся с чиновниками от футбола, от федерации, от спортивных управлений областей. Мотивация была бороться и доказывать, объяснять, понимаете. Вот эта мотивация, чтобы приубедить, объяснить, заставить, показать своим примером. Вот это была большая мотивация. Слава Богу, она воплотилась. И вы сами видите, мы эту проблему вместе с вами, все вместе решили. Спасибо за помощь всем, кто был с нами все эти годы. Вот благодаря этому все и произошло. Это не я сделал один, это точно. Это сделали мы все вместе. Мы все знаем и в лицо, и по фамилиям. Я сейчас тоже бы перечислил, но это отдельная программа нужна. Поэтому это благодаря многим ребятам, функционерам, любителям футзала, футбола, кто это помог сделать. Поэтому я думаю, что наша мотивация заключается в том, что если мы сейчас сделали его футзал массовым, следующий этап, нам нужно сделать футзал уже. Следующий этап от массовости переходит к профессионализму, получению команд, мастеров, коммерциализации. И чтобы мы могли видеть всю линейку, это все возраста, в полноценном составе в чемпионатах, скажем, по возрастам, видеть женскую прикрытие. Я думаю, что сборная Казахстана по футболу женская когда-нибудь станет чемпионом Европы. Я вам даю слово, это вопрос времени. Просто надо работать в этом направлении. Я говорю, это будет завтра. Чтобы стать с 36-го места на второе у нас ушло 30 лет. И здесь пускай уйдет времени столько, но мы будем в пути, который мы знаем, что мы все равно достигнем этой цели. И последний вопрос. Можете назвать 5 лучших игроков в истории Аматинского футзального клуба Кайрата? Знаете, мне очень сложно на этот вопрос ответить. Года 4 назад, 3-4 года я еще мог называть этих игроков. Но сейчас я понимаю, что я не могу ни в коем случае назвать только одну фамилию. Я должен назвать почти все. И учитывая историю Кайрата, я хочу сказать, это первая бронзовая медаль Лиги Чемпионов. Это 9-й год. Вторая 11-й год. 13-й год выиграли Лигу Чемпионов. 15-й год выигрываем Лигу Чемпионов. Потом выигрываем бронзу Лиги Чемпионов. 19-й серебро Лиги Чемпионов. По пути мы становимся четвертыми. Я имею в виду вообще сборная Казахстана вот это время. Тотки тоже Костяк был тоже из Корята. бронзовым бронзовыми призерами Европы. знаете, выиграв еще много чемпионов. Мы выиграли Лигу. Мы выиграли Кубок мира среди лучших команд мира. Вот скажите, кого назвать лучше? Конечно, из такой истории можно сказать, что в самом начале это шоком для всех был игрок шока, который просто поражал всех своей игрой. Для нас это был что-то. Жуан. Он уже я просто боюсь называть, я просто называть буду подряд всех. Лео, Катата, тот же Рафаэль, тот же Дуглас и Гита. Господи Диванэй. Знаете, я не остановлюсь просто, это не я назвать. Это все игроки, которые достойны. Ну, конечно, есть лучший пятикратный игрок мира и Гита. Это безусловное явление в мировом футзале, который вместе с нашей командой ввел новый, совершенно новый принцип игры. Футзал ногами, до центра поля и атакой до ворот, который называется, тоже называют специалисты его фактор карата, такой профессиональный термин. Фактор карата, когда Рафаэль начинает входить пятым игроком в поле и становится разыгрывающим игроком в поле. Фактор карата, это введенный новой терминологией, введенный каратом, казахстанской школой футбола, каратом. В данном случае Гита является одним из ярких приземлений. А, я хотел сказать, у нас в карате два чемпиона, два лучших вратаря мира в одном клубе. Это был и сейчас который является спортивным нашим директором Густаво, он был лучшим вратарем мира, и Гита. Представьте, в одном клубе два. У нас вратарьская школа такая, очень сильная, хотел тоже отметить, поэтому отметить невозможно. Клуб Карат, это история вот этих ребят, которые стали звездами, вот так можно сказать, и казахстанских игроков, я не назвал казахстанских, это Сирик, это Димаш, это Чингис, это Даурент, да господи, я вот сейчас Першин, Паша Таку и Саша, Александр из Караганды, господи, пресись, я кого-то забыл, понимаете, это плеяда таких игроков, которые невозможно забыть. Ну, вы сами говорили, что Дуглас и Гита могут в будущем вернуться еще в семью Кайрата, уже в качестве может быть даже сотрудников, недавно команду Кайрат после долгого перерыва вернулся к Густаву, на должность спортивного директора, как вы с чем связываете его приход, надеетесь его как на специалиста сильного? Вот любой игрок, который уходит из Карата, он в своем сердце уносит кусочек клуба, и этот кусочек живет в нем в каждом, я уверен в этом, в каждом игреке до сих пор, и Густава, он один из тех людей, в котором это его сердце осталось навсегда, этот человек каратовец, этот дух карата, он играл в Динамо Москве, он лучшего ряда мира, это игрок, который все возможные титулы, которые можно взять, он их все получил, единственное, у него чемпиона мира, по-моему, не получилось у них в сборной России, но в принципе это один из самых титульных игроков, и он в карате, и я думаю, те принципы карата, которые есть, они все, он их все знает, и вот сейчас он как раз ведет работу с молодыми ребятами, теми же бразильцами, объясняем, что такое дух карата, что такое семейственность клуба, его традиции победные, что выходя на поле, мы всегда ставим только одну задачу, и вот это все мы должны сохранить, и вот такие игроки, они, возвращаясь клуб, сохраняют вот этот великие большие традиции клуба, и я поэтому всегда приветствую это. Спасибо большое к этому удачи за эту встречу, у вас очень уютно в вашем кабинете, мы желаем успехов в команде Кайрат, сборной Казахстана в жирной арене, а также в этом сезоне, который будет очень сложным, я думаю, интересным для любителей Казахстанского футзала. Спасибо вам большое за то, что предоставили такую возможность, спасибо большое, Асхар Тарахмед, удачи, спасибо.